Давайте опять для молодежи особенно хочется вспомнить о том, как на самом деле молодежь готовилась к войне. На самом деле еще в средних, в простых школах, начиная с 4, 5, 6 класса, октябрята, пионеры, комсомольцы, везде были организованы различные кружки военно-морские, авиационные, просто военные кружки. Везде шла первоначальная военная подготовка, везде. Спорт был поставлен тоже на службу подготовки молодежи к войне, ведь какие были спортивные значки. Будь готов к труду и оброне, так называемый БГТО-значок. Получить значок БГТО 1, 2 и 3 ступени, это была величайшая трудность. Величайшая. Это не то, что 1, 2, 3 разряд. Это всесторонняя спортивная подготовка. Значки были исключительные. Сейчас этот значок, если кто найдет или у кого-то есть, те, кто собирает значки, он колоссальную ценность имеет, даже в финансовом плане эти значки. ПВХО-значок опять. Будь готов к противохимической обороне. БГТО-значок, к санитарной обороне. То есть различные форматы. Ворошиловский стрелок. Были исключительно, шла молодежь, подготовка в военных видах спорта. Ну и в том числе, конечно, общая физическая подготовка. Эти дни физкультурника, различные спортивные разряды. То есть колоссальная шла подготовка. И самое интересное, я вам расскажу про эти спецшколы. Как трудно попасть было в эти спецшколы. У нас в Казани была организована спецшкола ВВС. Девятая в США, так называемая. Самое лучшее здание было в телеграфном переулке под эту школу. Все ходили в форме. Форма была синяя. Синее брюки, синее китель, синее шинель, синее буденовка и голубые конты. Звали нас бабами почему-то. Или пожарниками. Не знаю почему, но все девчонки только как-то к танцу. Свой духовой оркестр был. Свои же ребята готовились, играли. Прекрасный духовой оркестр был. Все девчонки были, конечно, наши. Со всех школ девчонки шли спецуху на танц. Точно такие же были спецшколы артиллерийские созданы. В Москве была московская спецшкола артиллерийская. И тоже была московская спецшкола ВВС. Когда мы закончили эту спецуху в 1944 году, то мы все были отправлены в военные и летные училища. Военные и технические. Кто прошел комиссию, попали в летные училища. Я, например, попал под Челябинск. Школу первоначального обучения. На простых самолетах нас готовили. Мы думали, что мы успеем попасть на прон. Рвались. А потом, в начале 1945 года, был приказ Сталина. Ни одного спеца, те, кто закончили спецшколу ВВС, ни одного человека на фронт не отправлять. Вот с этим первоначальным образованием, чтобы шли настоящее среднее училище. Эти училища авиационных было по всему Советскому Союзу. Я попал в Чугуевское авиационное училище летчиков-стерегительных. И точно так же распределялись в военно-морских спецшколах, распределялись выпускники артиллерийских спецшкол. Вот сейчас часто в Москве собираются спецы со всех спецшкол. Каждый год. Летом. Каждый год. Очень интересное, потому что осталось мало выпускников спецшкол, особенно, выпуск 43-го, 44-го. Вот наш выпуск, 44-й год, был третий выпуск. По сути дела, третий выпуск. Так мы следим, кто как дорос, кто погиб, кто... Потому что летчики много погибали в мирное время. Потому что за свою 30-летнюю летную работу я столько товарищей похоронил, что почти ежегодно несколько человек. Работа такая. Великая, в начало Второй мировой войны, может быть, с родителями, может быть, на уроках истории обсуждали это? Может быть, среди друзей, что считали? Почему? Почему? Ну, в основном, весь удар был направлен против Советского Союза. Об этом все прекрасно знали. Все договоры, которые делались в противовес Советскому Союзу. Англия, Соединенные Штаты Америки, Франция. То есть все основные капиталистические страны Европы, они всячески пытались направить удар Гитлера на Советский Союз. Потому что бельмо на глазу Советский Союз был у тех капиталистических стран. И явно причина была только в том, что для того, чтобы ликвидировать Советский Союз. Но ликвидировать его не удалось. Наоборот, из войны, благодаря политике, именно сталинской политике, он не дал возможности даже союзникам подойти к Берлину. Потому что Берлин брали только наши войска. Никаких там ни англичан, ни по мини-американцев не было. Они еле да еле бы добрались. Они только когда высадились на побережье, высаживались на Нормандском побережье, то сразу запратили помощи у Сталина. Потому что Гитлер как врезал им, они все посыпались в море. И они запросили, мы же на наших фронтах были заняты, Советская Красная Армия. А сразу запросили Сталина, чтобы он начал наступление, спасать их, чтобы свои штаны сохранить. И Сталину пришлось усилить нажим на Советском фронте для того, чтобы Гитлер опять оттянул войска с Запада. И несколько раз обращались. Обращались, когда в Польше несвоевременно подняли восстание в Варшаве, помочь спасти Варшаву. Ведь очень много провокаций во время войны все равно делали с западными странами для того, чтобы как-то подорвать Советский Союз. Страшно боялись, что наша армия докатится до Парижа. Так в свое время было в 1812 году. Страшно боялись. А Сталин сказал, что Берлин ни в коем случае. Он только потом пустил. Не на территорию Германии, а только в сам Берлин пустил союзников. Берлин только разубили на сектора, и туда были допущены Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки. А так они дошли до Эльвы и там были остановлены. Если бы не остановили армию, то она Эльву форсировала и союзников бы там. Пытались кое-где союзники, особенно в Венгрии, там сделали провокацию. Но их моментально позбивали их авиацию. Потому что авиация самая сильная к концу войны была у нас. Вот я очень хорошо знаю авиацию. Я учился и заканчивал училище над самым лучшим истребителем времен Великой Отечественной войны. Был такой самолет Ла-5. Простите. Продолжение следует...